Как принять правильное решение? Мне сейчас предложили инвалидность получить на время лечения. Я никак не могу определиться, потому что врачи говорят, что есть надежда победить этот рак в течение полугода. Я не знаю, на какую сторону склониться, потому что братья советуют то получать эту инвалидность, то не получать эту инвалидность. Подскажите, как... Получать? Даже не думаю никогда. Мне приходилось стеклить большие корпуса военные, там железнодорожные что-то было-то, и 43 градуса мороза, и там руки подогреешь, и у меня парализовало обе руки. Я был на пенсии второй группы, сколько. Ну, а потом разные методы и вышел. Обязательно остановитесь, получаете, обед будет. Будешь свободен. Тяжести разные не поднимай. Аккуратнее будет, сколько можешь. Поклоны земные делать, сколько можешь. Три поклона сделай, и сильно себя старайся это... Ну, швы, чтобы не разошлись или что-то. Спаси Христос! Аллилуйя! Так, никого больше нет. Отхожу. Игнатий Тихонович, подождите. Мир вам, это Ксения Михайловна. Да давай, Ксения Михайловна. Игнатий Тихонович, я прошу молитв за себя. Потому что очень тяжелые у меня испытания бесовские. Вот прям как будто... Вот как будто голос, что я детей своих не воспитаю. Как будто я их всех поубиваю. Ксения, есть хороший метод такой. Всегда вспоминай тех, кому труднее. А труднее тому, кто в плену сегодня. Раненая. Брошенная. И тогда нам как-то легче переносить. Мы не одни. Господь, кого любит, то он оказывает. Приближай к себе. Прими это с благодарностью. Не будь у нас каких-то болящих. И неизвестно, где мы были сегодня. А мы вот и встретились с два коллеги. Спасибо, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Береги себя от ропота. И знай, что Господь тебя любит. Именно это любовь его. Кого любит. Вот так и надо понимать. Потому что страдающий плотью перестает грешить, написано. Тело и душа так связаны близко. Друг с другом. Златоуз говорит, наказывая на ребенка, тело, мы вращуем душу. И Господь вращует нас через эти болячки. Все. Отошел. А вот написано же в молитвах. Волнуюсь, если житейскую бурю, кости зиме покаяния направи. Может быть, какие-то грехи я тяжелые делаю. Почему так на меня напал этот бес? Ну, вы хотите заущенные молитвы молиться? Я уже ничего не знаю. Ну, хорошо. Ты знаешь, что у тебя болит. Ты знаешь, кто против тебя идет. Ты знаешь, чего ты хочешь. Вот это все Господу искажи. Это разговор с Богом. Я не могу вытерпеть. Господь, дай мне сил вытерпеть. Кто-то против там. Благослови их, Господи, чтобы они не умерли в этом состоянии. Все время иди по трем ступеням. Проси, благодари и славословь Бога. Я другого не могу сказать, потому что это единственная истина. За ней нет ничего. А это дает все. Ты с Богом. И он смотрит, как один Господь показал ему путь. Он идет с Господом, и там на песке следы, два следа. Потом он глядит, а там один след. Он, Господи, вот здесь мне было трудно. И я как раз думал, что я брошен. Я говорю, да ты как думаешь, это щей след? Ну, щей мой. Я один шел, тут болото было. Это я тебя на руках нес. Поэтому один. Вот надо как смотреть. Господь знает все наше. Все прежде бытия нашего. Конечно, я знаю, что у меня были операции, могут дать такой-то сход нехороший. Ну, как Богу угодно. Он-то знает. Он главный врач наш. Так что будь спокойно и никакой паники. Не грамма. Будь радостный и веселый. Написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. А Павел был в это время плененый. В казематах сидел. Вот я уже и помолился. Помоги Ксении все выдержать. За все благодаря и за все прославляя. Аллилуйя. Так, никого нету больше. Отхожу. Извините. Прошу вашего совета. Надо ли брать благословение, идя на операцию? Мне предстоит впереди операция. А какая операция? Хирургическая операция. У вас операция? Грыжа. Да, грыжа, грыжа. Ну, грыжа такая операция, которую нужно помочь убрать. Иначе что-то. Разрыв будет еще больше. Но бывает такая операция. Операция бывает такая. Я знаю, одна монахиня. Она, ну не знаю, пришла к старцу. Он говорит, ты знаешь, что у тебя это болезнь? У тебя родители этим болели. Ну, вот я думаю, как, иди. Иди, пострадаешь и умрешь. Но она пошла, сделала операцию, поболела после этого и померла. А это грыжа, это у меня у дедушки была грыжа. Помолись и сделай. У священника обязательно брать? Ну, а не, разве лишнее это будет? Подойдите, добрые слова ему скажите, чтобы он помнил вас. Утешьтесь. Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Аллилуйя. Слава Богу. Так, никого больше нет. Ухожу. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...